У вас Наталья, давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете, что уже обращались раньше, вот, если у вас появился еще один вопрос, то мне кажется, что имеет смысл индивидуально обратиться к специалисту и предметно поисследовать, как бы, вашу ситуацию, а не ограничиваться публичными вопросами. Итак, я в декрете с ребенком, которому я почти два года и очень устала. Мы все время на работе, плюс к нам приезжает его дочь от первого брака, 14 лет, с которой 90% времени провожу я. Муж хочет ехать в отпуск, всем вместе. Я не хочу в отпуск с маленьким ребенком, но он меня уговорил. Потом сказал, что, скорее всего, с нами поедет его дочь, так как он не может взять его с собой, если мы поедем. Я очень устал от его детей, не могу представить себе этот ужас. Его дочь я не люблю, хотя отношусь к ней хорошо, и никогда ничего плохого ей не сказала и не сделала. Муж знает, что я ее терплю, но я все делаю и для нее тоже. Он это не ценит, как мне кажется. Мне трудно, я устал, и еще этот отпуск. Я знаю, что не смогу быть спокойной, девочка меня раздражает, хотя она нормальный, адекватный подросток. Но я ревную. Я знаю, что для мужа дети важнее меня. И нашего сына он тоже любит, но их хотелки важнее моих. У подростка много хотелок. Мои просьбы и желания почти всегда игнорируются. У меня совсем нет личного времени, совсем. За два месяца у меня от силы был час, когда я была одна без детей. Не хочу с ней ехать. Предложила им поехать вдвоем, но если он поедет, я потом ему этого не прощу и буду давить на мозг. Я не знаю, как все это решить. Я тоже хочу отдохнуть, пусть даже одной, но боюсь оставить мужа с маленьким сыном. Много всего накопилось. Помогите, пожалуйста, привести свои мысли в порядок. И еще у мужа всегда есть веские причины мне отказать. Но если он хочет, он это продавливает. Наталья. Первое, что бросается в глаза и не может не бросаться в глаза, это то, что вы используете манипуляции. То есть, эдакая разновидность самообмана. Вы предлагаете своему мужу поехать вдвоем с вечерю. Вот. Воп. Я так. Понимаю. Но при этом говорите, что... Не простите. Ему, если он на самом деле поедет. И, как мне кажется, данный аспект выделяет не единственную, но одну из ключевых проблем. А именно, неустойчивость и противоречивость вашей позиции. Что это значит? Это значит, что вы сами не определились, чего вы хотите. Вроде бы, вы хотите отдохнуть и хотели бы, чтобы муж и его дочь поехали. В отпуск вы предложили это. С другой стороны, таким образом, вы пытаетесь привлечь внимание к себе. и это, наверное, самый простой, но бесполезный и деструктивный способ. Это самое внимание к себе получит помощь-то. Муж возьмет и скажет, ну, так а что? Ты сама предложила. Я согласился. Чего теперь тебе не нравится? Понимаете? А если будет дизайнер пилить его за свое же предложение, вполне могут и истеричкой вас назвать. Поэтому вопрос, который вам нужно себе задать, на мой взгляд, звучит так. Почему я что-то предлагаю своему мужу? Из какого чувства я предлагаю мужу поехать вдвоем с дочерью? Хотя сама не прощу его за это, если он поедет. Понимаете, да? Вот вам нужно, как мне кажется, такой вопрос себе задать. и на мой взгляд, это могло бы вам существенно помочь. Но, естественно, что дело не только в этом. То есть, естественно, что проблематика ваша в том, что он у вас ну, не простроен, а личной границей. Понимаете? Да? Вот. такая вот история. Такой вот момент. Дальше, вы говорите про то, что муж прибавляет свои желания. Ну, давайте спросим себя, как он это делает? совершенно очевидно, что вы ему уступаете. Вот. Вопрос только в том, каким образом вы это делаете. То есть, как вы ему уступаете? почему вы соглашаетесь с ним? Вот вы говорите, я не хотела, вот пусть с детьми он меня уговорил. Как это возможно? А как у него получается? Как у него получалось или получилось? вас уговорит? Вот на что вам нужно обратить внимание? Попробуйте это сделать. Спросите, спросите себя, как может это получаться? Как может так выходить? что у него получалось что у него вот на это вы не нужно как вы понимаете ответ но это два плюс вам нужно ответ это во один момент и тогда вы несколько лучше сможете вероятно в всего в себе разобраться тогда вы сможете несколько лучше вероятно понимать себя понимать свои чувства то что вам хочется что вам нужно и так далее понимаете да? это очень как мне кажется важным моментом на который вам имеет смысл обратить свое внимание так понимаете что я имею ввиду а так то что вы описываете несколько негативно сказывается на том что вы описываете вот такой момент вот такой момент вот такой момент это важно на мой по крайней мере взгляд потому что если вы устоите это все таки больше про то что вам вы не можете отстаивать свои личные границы то что вам хочется вот 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 такая вот история ну и с матрингом конечно у вас довольно низко судя по тому что вы пишете судя потому что вы описываете так что я думаю вам имел бы смысл это несколько по исследованию по крайней мере так мне кажется по крайней мере повторюсь так мне это видится вот такой примерный ответ я могу вам дать как вы сами оказались в такой ситуации попробуйте пожалуйста себя об этом спросить пробуйте спросить себя какая оказалась ситуация когда как вы говорите ваши хотелки ни за что не ставится человек какой оказалась такой ситуации где с вами не ошибаются попробуйте ответить на вопрос отрубить ваша жизнь это ваш выбор вам приходится жить в такой обстановке на этом все надеюсь что помог вам буду благодарен за обратную связь по моему ответу это позволит вам начать работу над собой желаю вам всего самого доброго и удачи вы вы не что вы что вы не